здравствуйте дорогие пациенты я снова рад вас приветствовать на нашем канале о стоматологии меня зовут Гранцев Михаил Михайлович я врач стоматолог и это видео про немецкие имплантанты импран это видео специально для нашего сайта granzov.ru если интересно заходите будем вам очень рады что касается немецких имплантов импран то это имплантанты сразу скажу что это имплантанты цена-качество то есть эти имплантанты подходят тем людям для которых важно чтобы имплантант был хорошим для того чтобы имплантант был современным но при этом имплантант стоил вменяемых средств чтобы это было некоторые системы которые позволят сэкономить средства при этом установив зуб на имплантате хорошего качества. И вот именно такой имплантат цена-качество и есть Импро. Импро в целом на сегодняшний день это имплантат, который сильно похож на корейские имплантанты, хотя и производится в Германии. У него хорошая поверхность, у него хорошее качество титана, у него внутреннее коническое соединение. Помимо этого у него есть переключение платформ. Также в нем сосредоточена такая тема, как микрорезьба на шейке. Несмотря на то, что у него немножко этот имплантат расширен в области шейки, вот, однако у него есть микрорезьба, которая позволяет сохранять объем костной ткани. И эти имплантаты можно использовать как для обычной ежедневной клинической работы, так и для того, чтобы проводить одномоментную имплантацию. То есть это такой достаточно крепкий среднячок, который позволяет на нем работать ежедневно, без всяких проблем. И из-за этого имплантаты Импро коллеги очень любят, я импланты Импро очень мало устанавливаю, практически не устанавливаю, потому что у нас в клинике достаточно много систем, и есть альтернативы, с которыми мне удобнее. Это не значит, что эти имплантаты хуже, эти имплантаты хорошие, и при этом они такие средние, и при этом качественные. Из минусов у них есть такой момент, что сами по себе имплантаты не очень сильно распространены в России, и из-за того, что они не очень сильно распространены в России, то есть, ну, например, если по клиникам посмотреть, больше будут какие-то аналоги. Ну, например, корейские имплантанты, может быть, европейские имплантанты, премиальные имплантанты. Импро не так часто распространен, хотя все-таки надо отдать должное, что он имеет некое распространение. Вот, и имплантаты эти любят некоторые врачи, и они могут быть достаточно хорошими для ежедневной клинической практики. Вот поэтому, если у вас стоит выбор между какими-то другими имплантантами в рамках средней категории, например, имплантантами импро, то импро можно смело устанавливать, если нет каких-то завышенных ожиданий. Конечно, если хочется, чтобы имплантант был самым лучшим, в этом случае есть более как бы современные альтернативы, не в плане современности, а в плане именно нюансов, отдаленных результатов и других моментов, потому что, например, существуют имплантанты топовые, топ-3, которые, например, есть Strauman, Astra или Novel, которые максимально имеют статистику по поводу своих имплантантов, и точно можно сказать, что с имплантантами в перспективе ничего не будет. Помимо этого, с фирмой тоже ничего не будет. У импро в этом плане немножко похоже. Эти имплантанты произведены недавно, они появились недавно, не так много лет назад, меньше десяти лет назад. Вот мы о них узнали. Однако они уже заслужили некое доверие. Я надеюсь, что все у них будет хорошо и в перспективе они будут развиваться и подтверждать свое качество, подтверждать свою статистику, что они хорошие имплантанты. Вот в целом на сегодняшний день ничего плохого про них сказать нельзя. Можно сказать, что они имплантанты, которые могут быть конкурентами в рамках средних систем, средних ценовых категорий, вот для того, чтобы их ежедневно использовать. Я надеюсь, что такое краткое видео было полезным вам с точки зрения понимания, хорошие имплантанты или плохие, можно их устанавливать или нет. Если вам необходима имплантация, то приходите, мы все внимательно посмотрим, все внимательно изучим. Если у вас нет противопоказаний и есть необходимость установки имплантантов, все сделаем максимально хорошо, настолько, насколько это возможно. По крайней мере, будем стараться изо всех сил. Если мы говорим про противопоказания к имплантантам, то их достаточно количество тоже есть, хотя на сегодняшний день их все меньше и меньше, но все-таки есть. На эту тему у нас есть отдельное видео, если интересно, можно посмотреть. Ссылочку оставлю в описании к этому видео, конечно же, появятся подсказочки, но я думаю, что, конечно, в этой теме стоит разобраться, потому что важно, чтобы противопоказаний не было, потому как противопоказания могут быть абсолютные, могут быть относительные. То есть, если устранить какой-то причинный фактор, противопоказание отменяется и патат установить можно. Я надеюсь, это видео было полезным. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте все ваши вопросы в комментариях, я стараюсь на все комментарии обязательно отвечать. Я считаю, что это важно. Единственное, что не всегда успеваю быстро, но постараюсь максимально быстро ответить на ваш вопрос. Если вам нравится наша работа, как я сказал, ставьте лайки и увидимся в наших новых полезных роликах.